Доброго ранку, мы из Украины. Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа. Меня зовут Эд Блэк и это новости с передовой. Ну и как всегда свой обзор я хочу начать с потерь российских оккупационных войск на фронтах в Украине. За последние сутки российские освободители потеряли 610 своих военнослужащих. А всего же с 24 февраля, с начала войны, на территории Украины было уничтожено 129 тысяч 30 российских военных. Как вы видите, жесточайшая война продолжается, развязал ее Владимир Путин, российский президент. И на данный момент он не собирается останавливать эту войну, а собирается и дальше разрушать наши города и уничтожать мирное, миролюбивое население Украины. И мы будем биться до последней капли крови, пока последний российский солдат, живой или мертвый, не исчезнет с украинской земли. Но в это время российский агрессор ведет активную разведку в различных направлениях и готовится к наступлению. Несмотря на огромные потери, продолжаются попытки наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях. И наши бойцы сдерживают все атаки противника. Никакого продвижения российские захватчики практически не имеют. Ну а сегодня российские варвары ракетой «Искандер-К» попали в жилой квартал Краматорска. В результате этого ракетного удара было повреждено как минимум 8 многоквартирных домов в эпицентре взрыва. Предварительно на данный момент известно о трех убитых и более 20 раненых обычных гражданских жителях Краматорска. Ну а накануне премьер-министр Израиля Беньямин Натаньяху рассматривает предоставление Украине военной помощи. В том числе и комплексов противовоздушной обороны «Железный купол». Ура! Ну а вчера представители нескольких турецких аэропортов, в которых приземляются российские самолеты, заявили, что из-за санкций они больше не смогут обслуживать российские самолеты «Боинг», которые Россия украла у лизинговых компаний. Если вдруг кто-то не знает, Россия присвоила себе около 460 различных самолетов, которые она взяла в лизинг у иностранных компаний. И теперь практически на всю эту авиацию наложены санкции, никто ее не хочет обслушивать, никто ее не хочет заправлять, никто не хочет эту авиацию российскую, ворованную, принимать на своей территории. И, получается, Турция присоединяется к международным санкциям. Больше российские украденные «Боинги» не будут летать на турецкую землю. Ура! А взрывы в иранских городах продолжаются. После первой атаки, которая была несколько дней назад, буквально через 2-3 дня, все эти взрывы повторились. Как я раньше уже говорил, Израиль совместно с США взялись за военную промышленность Ирана и хотят не допустить получения Ираном ядерного оружия. Да-да, не удивляйтесь! Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире, перемога будет за нами и уже идет. До новых встреч в следующем обзоре. Субтитры создавал DimaTorzok